Всем привет друзья! Сегодня у меня ZT1 Compact. Врут ZT3 Compact и замена дисплейного модуля. Мы его разогрели, чтобы снять заднюю крышку. Так, крышка легко снимается после разогрева телефона. Если у кого-то нет такого аппарата, можно, конечно, разогреть термофеном. Хорошо сняли крышку. Видите, да, герметичный скотч не повредили. Итак, снимаем заднюю рамку. Заметьте, винты разные у нас. Три золотистых винтика мы сняли отсюда, отсюда снизу и отсюда, сюда вот серединку и вот сюда вот у нас идут другие винты, тонкие серебристые винты. другого цвета, соответственно. Итак, сняли винты, снимаем заднюю рамку аккуратно. очень тонкая. Здесь у нас находится антенна модуль. аккуратно снимаем. Видите, да? вставляется. Убираем в сторону. Итак, вот такой вот дисплейный модуль у нас заказали. сейчас мы его попробуем. сняли разъем. снимаем дисплейный модуль разбитый. сняли. vedもうוunnит! смотри! сняли, Температура на фене у меня стоит 320 градусов. Нагрели модуль. Легко снимается после хорошего прогрева. Девушки отдыхают. Видите, он еще сидит на силиконе, это уже не скотч. Видите, он уже не скотч. Вытаскиваем разъем. Разъем тачскрина. Давайте переставим на новый дисплейный модуль. Этот скотч антистатический. Аккуратно. И верхний динамик. Давайте прогреем, дабы было легче снимать. Переставляем на новый модуль. Переставляем на новый модуль. Так, больше у нас здесь... Нет, у нас здесь есть еще... У нас здесь есть еще... Такая вот вставка. Затрудняюсь сказать, от чего она. Казалось бы, от датчика. Только датчик у нас в другой стороне. А, я понял, это рассеиватель от нижней лампочки. Наверное. Либо приемник какой-либо. Честно говоря, там ничего не вижу. Итак, что бы то ни было, вставляем. Далее. Такой у вас герметичный скотч. Плюс вам и вашим клиентам проклеиваем герметичным скотчем. У кого нету, проклеиваем обычным миллиметровым скотчем. Таким вот, которым мы проклеиваем все телефоны. Аккуратно проклеиваем периметр. Я ставлю, наверное, на паузу. И после проклейки продолжим снимать. Итак, у меня все готово. Вот у меня проклеиваем полностью периметр рамки. А также периметр дисплейного модуля. Проклеиваем обычным скотчем, потому что заказывали мы герметичный скотч. Ни хрена он не держит. Я имею ввиду влагу. Поэтому смысла нет его заказывать. Я бы не сказал, что он крепче, чем этот. Поэтому не вижу смысла с ним работать. И так. Все готово. Вставляем дисплейный модуль. Динамик на место. Вставляем дисплейный модуль вот с этой стороны. Где у нас находится разъем. Засовываем медиатор. Приподнимаем батарейку. Чтобы увеличить щель между металлическим экраном и системной платой. Одним словом, чтобы можно было просунуть разъем дисплейного модуля. Вот так вот сгибаем. Так вот здесь вот данный шлейф. Шлейф у нас прилип к двустороннему скотчу. Сгибаем и ставим его на свое место. Соответственно с другой стороны подтащите аккуратно разъем. Берите медиатор, чтобы можно было застегнуть. И аккуратно вставляем дисплейный модуль на свое место. Обратите внимание на зазоры. Пристегиваем разъем дисплейного модуля. Как видите все работает. Экстренный вызов. Нижние кнопки. Давайте подпрессуем немного мягкой тканью. Дисплейный модуль к рамке. Если будете проклеивать таким же скотчем, то обязательно проклеивайте обе стороны и дисплей и рамку. То есть если вы проклейте только дисплей или только рамку. Вот. Могут потом появиться небольшие проблемы, зазоры, отслаивание и так далее. Вставляем заднюю рамку. Не забудьте разъем антенного модуля вытащить наружу. И вставить его вот сюда вот. Вот так вот. Собираем винты. Напоминаю два вида винтиков у нас. по бокам идут тонкие серебристого цвета. Два динутого отверстия. Возьмем лужку. Снизу два винтика золотистого цвета. И один золотистый сверху. Последний этап. Установка крышки. Советую вам прогреть вот этот вот скотч. Достаточно аккуратно мы его сняли. Предварительно прогрев на нагревателе специальном. Не надо сильно накалять. Совсем немного прогрейте. Глазом будет видно как скотч меняет цвет. Становится глянцевым. И в это время вам нужно просто поставить крышку на свое место. Ну и слегка запрессовать мягкой тканью. Всем спасибо за внимание. Друзья это была Xperia Z 3 Compact. Подписывайтесь на наш канал. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok